Нам даже уже и жизнь-то страховать не надо, нам осталось три численки до смерти, и мы должны еще что-то страховать. Жители поселка Сидоровки возмущены. При оплате за жилищно-коммунальные услуги на почте им пришлось дополнительно отдать 45 рублей. В квитанции средства значатся как страховая премия. Однако на что именно идут эти деньги, пенсионерам не объяснили. А так без этих 45 рублей они деньги отказываются принимать. И сказали, будем каждый месяц брать. Если кому-то не нравится, поезжайте в терминал, там платите, там у вас эти деньги, 45 рублей, брать не будут. Мы здесь в начале города живем, пенсионеры, все живем с 70-х годов. И почему мы должны куда-то ездить? Мы ходим вот с палками, с клюшками. На почте столпотворения челнинцы оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги. Приезду нашей съемочной группы сотрудники явно не рады. Пенсионеров и вовсе игнорировали, не обращая внимания на их просьбы позвать начальника. Я не имею права. Я сейчас не буду принимать людей тогда. Я за старшим сижу целый день. Старшим вы позовите. Я сейчас позову. Позовите. Сейчас позову. Но свое обещание сотрудница почты так и не выполнила. В другом почтовом отделении пенсионерам повезло больше. Здесь начальник хотя бы попыталась разъяснить ситуацию. По новой программе у нас получается, что страховка по 45 рублей, как бы это идет обязательно, мы не обязательно делаем. У нас теперь онлайн-платежание автоматом уходит. Аннуляться мы не можем давать. После натиска пенсионеров спустя день сотрудники почты все же пошли им на уступки. Деньги в размере 45 рублей вернули тем, кто пришел с квитанциями. И вот эти вот 45 рублей мне хватит на булку хлеба и на молоко. И мне хватит на два дня. Это для меня значимо. В прошлом году Почта России совместно со страховыми компаниями запустила новую услугу. Горожане, оплачивая коммунальные счета, могут застраховать свое имущество. Однако гражданам следует знать, что данная услуга является добровольной. Светлана Звонарева, Эльмира Гайнудинова, Эльнар Бустафин, ТНВ Набережные Челны.